Музыка Самый северный район Новосибирской области, но при этом далеко не самый многочисленный. Жителей здесь действительно немного, но они умудрились три года подряд удерживать первенство по количеству золотых знаков отличия ГТО, завоеванных на душу населения. Как же им удалось достичь такого прекрасного результата? Давайте узнаем. Районный центр Северное. Большое, но тихое, уютное село. Баннер, посвященный комплексу ГТО, в одной из ключевых точек. На здании культурно-досугового центра. В нескольких километрах от северного деревня Витинск. Небольшая, тоже тихая, ухоженная. В разгар дня на улицах практически никого. В центре школа. До недавнего времени ученикам, чтобы выполнить нормативы комплекса ГТО, приходилось ездить в райцентр. Теперь в деревне своя площадка, оборудованная всеми необходимыми турниками, наклонными скамейками, тумбами с прорезиненным покрытием и разметкой для выполнения нормативов комплекса ГТО. Сегодня в очередной раз даем нормы ГТО. Здесь мы ни разу не принимали на вашей новой площадке, но мы сегодня впервые. Построили площадку в конце прошлого года. Так что первое испытание, суровой сибирской зимой, она прошла успешно. Теперь тестирование по спортивному профилю. Выполнение норм ГТО. Мы еще на ней первый раз тестируем детей. Еще ни разу не тестировали. У нас в Северном три площадки таких же есть. Удобно очень. Приехали, здесь все готово. Для прыжков, для гибкости, для перекладина. Мы уже едем, принимаем сюда, не возим сюда в Северный народ. Тем более там сейчас с вывозом проблемы, что это газели, должны детские быть, чтобы привезти детей к нам всю школу. Мы сюда приезжаем, вся школа приходит, все, собираемся, принимаем полностью. Охват у нас практически 100% детей проходит. Местные мальчики и девочки уже самостоятельно испытали новую спортплощадку. К тестированию готовились заранее. Уже знают, какой результат нужно показать, чтобы получить золотой значок. Мы с друзьями иногда на выходных приходим после школы иногда, сюда занимаемся. Вот эту вот полосу проходим. Ну, хорошо получается. Давай, 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 давай. Пять. Каждый вечер практически здесь занимаемся. Также по нормам ГТО смотрим, что там на таблице и выполняем все нормативы. Спорт – это мое любимое дело. Это хобби, как уже. Играем только. Ну, волейбол в основном. В районных соревнованиях первые места получаем. Хотя у нас команда слабенькая, но выигрываем часто. Я смотрю, у вас северный волейбол вообще один из самых популярных видов спорта. Как так получилось? Ну, я не знаю, как бы. Вроде из покол веков у нас как бы баскетбола нету, поэтому волейбол как бы самая игра такая, что все играем. Наибольшее количество команд и участников собирается именно на волейбол во всех деревнях. Команда есть, приезжают, собираемся, играем. Плюс мои воспитанники занимаются, уходят в спортивное, это именно в ПЕТ, на физкультурное отделение, и потом помогают, приезжают на область, как бы и команда у нас живет. Несмотря на популярность, в волейбол все же играют не все. А вот на доступную спортплощадку порой захаживают и люди самого почтенного возраста. Но самые частые посетители – старшеклассники, которым скоро поступать в техникумы или университеты. Они в полной мере осознают, насколько важно получить знак отличия комплекса ГТО. Знаю то, что это плюс один балл дополняется поступлению. Уже смотрел, куда хочешь поступить, на что рассчитываешь? Ну, планирую куда-нибудь войти сферу и идти. Не только школьники, но и многие взрослые жители Северного района с удовольствием влились в движение ГТО. Сотрудники предприятий, учреждений культуры, образования и других структур записываются, чтобы пройти тестирование и хотя бы проверить свои силы. Владимир, а как же так получилось, что ваш район северный, довольно отдаленный, столько лет держал первенство по количеству золотых значков ГТО? Знаете, вообще нормы ГТО, все упражнения, которые, тесты входят в комплекс ГТО, они для нас все понятны, для детей все понятны. Мы проводим инструктажи и как бы ребятишки, да и взрослое население очень хорошо к этому относится, всегда интересуются, каким образом можно сдать, когда можно сдать. Людям нравится получать знак ГТО, допустим, кто-то на серебро сдал, потом он мотивируется на то, чтобы, а почему бы не попробовать и не подготовиться на золотой знак отличия. Если ты походил, пообщался с людьми, зашел в организацию, значит, пообщался, рассказал, что нужно сделать, какие тесты нужно выполнить, и потом еще и человек получает удостоверение и знак ГТО, и еще и вручает этот знак ГТО глава района, это очень, значит, интересно, и люди загораются. Вот с ребятишками, как мы работали раньше, мы приглашали их, значит, в центр тестирования сюда, в Северное, на базу Северной средней школы, на стадион, и они тут сдавали. В школе, допустим, обучается 50 ребятишек, ну, они на газели могут привезти 10 человек, 10 ребятишек, вот. А сейчас мы практику такую приняли, значит, о том, что работники центра тестирования собираемся, собираем оборудование, садимся на машину, приезжаем в образовательную организацию, которая 50 километров находится от районного центра, и мы принимаем всех ребятишек, кто в школе находится, еще и привлекаем учителей образовательной организации, то есть охват не 10 человек, а уже 60, либо 70. Комплекс ГТО становится все доступнее для жителей, отсюда и успехи. Хоть в последний год район упустил первое место по количеству заработных значков, коньков, разумеется, в соответствии с числом жителей, в ближайшее время планируют вернуть его. При этом ГТО лишь одно направление. В Северном культивируют и другие виды спорта. Например, крытый каток уже давно привлекает не только местных любителей хоккея, но и соседей из Кыштовского района. А для жителей Северного бесплатный прокат коньков. В 2019 году был построен вот этот парк с площадкой для волейбола, баскетбола, футбола. В 2018 году была построена крытая хоккейная площадка. Условия прекрасные для занятий хоккеем, шорт-треком. Форма закуплена хоккейная и детская, взрослая. То есть, как бы население приходит играть в хоккей. Мы предоставляем все полностью. От шайбы до обмундирования, до экипировки полностью. У нас волейбол, баскетбол, настольный теннис, хоккей с шайбой, мини-футбол, шашки, шахматы, гиревой спорт. Вот эти виды спорта развивали. И как бы будем стараться, чтобы они, эти виды спорта, и дальше будем также работать по этим направлениям. Ну вот есть как бы тема, еще хотим открыть отделение бадминтона. Вид спорта такой есть, интересный довольно-таки. И, значит, будем стараться вот этот вид спорта тоже развивать. А это уже рабочий поселок Чины. Административный центр одного из самых западных районов Новосибирской области. Чтобы спорт развивался, а жители активно занимались физической культурой, в любом поселке, селе и даже деревне необходима спортивная площадка. И чем она новее, чем качественнее, тем лучше и результаты. Порой даже возникают новые виды спорта, которые раньше не культивировались в конкретном населенном пункте. А особенно хорошо, если появляется не просто спортплощадка, а целый небольшой стадион. Как, например, здесь, в Чинах. Именно это место на окраине поселка не случайно выбрали для строительства нового стадиона. Здесь уже несколько лет успешно работает лыжная база. А теперь в Чинах появился целый спортивный кластер. Овик, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что вот этот объект, вот этот целый стадион, по большому счету, у вас только появился и первый год в эксплуатации? Да, верно. Данный стадион у нас построен в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни». В 2021 году объект сдан в эксплуатацию. Объект летнего типа, многофункциональный, как вы видите. Поэтому мы очень рады, что у нас на территории Чайновского района появился такой спортивный объект, которого мы очень давно ждали. А что он в себя включает? Я смотрю, здесь даже беговые дорожки. Да, конечно, небольшое футбольное поле, но все же оно есть. Так, вы правы, у нас здесь размещены беговые дорожки, дистанция у нас 200 метров, хоккейная коробка, искусственное покрытие для занятия мини-футболом. Также у нас есть ворота для большого футбола, то есть мы эту площадку можем использовать для большого футбола. Есть площадка у нас для воркаута. У нас установлены модульные отапливаемые раздевалки, расположены силовые тренажеры. Есть у нас площадка для стритбола. Данный объект мы используем в межрайонных, в районных спортивных мероприятиях, поэтому пытаемся его полностью реализовывать. А вот как-то для развития, может быть, появляются какие-то новые занятия, новые секции открываются в связи с появлением такого объекта, которых раньше не было? Да, конечно. В связи с тем, что у нас на данном объекте появились беговые дорожки, мы планируем взять в штат тренера по лёгкой атлетике, развивать именно это направление, потому что у нас в районе данное направление развито плохо. Но сейчас у нас есть такая лёгкоатлетическая база, поэтому мы надеемся в будущем показывать хорошие результаты на межрайонном и на областных уровнях по лёгкой атлетике. Важный элемент нового спортивного объекта – тёплые раздевалки. Имеется противопожарная сигнализация. Здесь у нас проходит судейская коллегия, мандатная комиссия. То есть, видите, у нас тут есть скамейки, где наши спортсмены переодеваются, ячейки для хранения личных вещей. Здесь у нас тренерская находится и, конечно же, санузел. Подумали не только о спортсменах, но и о болельщиках. На стадионе есть трибуна с навесом. С неё удобно смотреть, например, за футбольными баталиями. Даже дождь не помеха. А футбол в Чановском районе на первом месте. Площадка прекрасная, всё сделано качественно. Мы почти каждый день здесь собираемся с ребятами, играем каждый вечер. Нас всё устраивает. А как вообще в Чановском районе с мини-футболом в целом? Довольно-таки хорошо. Ездим на областную лигу. Участвуют разные команды по типу Новосибирск, Кочанёва, Чулы. В этом году заняли бронзу, но в том году заняли золото. По вечерам на новом стадионе тренируются не только футболисты, но и любители других видов спорта. На этом объекте у нас каждый вечер народа очень много. То есть приходят дети. Тренера у нас тренируют сборные команды по мини-футболу. Сейчас мы развиваем такое направление, как ганбол. То есть расписание у нас составлено. Проводим тренировки. И, конечно же, к одним физкультурникам мы планируем здесь провести районные и межрайонные соревнования большого уровня. Не только по дисциплине по футболу, но и по стритболу, по лёгкой атлетике. По волейболу, возможно, даже по бомбинтону. Потому что данная площадка также позволяет проводить соревнования по бомбинтону. Ну, пока, насколько я знаю, у вас футбол здесь спорт номер один, насколько я наслышан. И вот недавно даже какие-то... Уже опробовали эту площадку на большом турнире, да? Да, конечно. Мы проводили межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный Дню России. Участие приняло шесть муниципальных районов. То есть было 14 команд, четыре подгруппы. И участников было у нас более 200 человек. Вот так новые спортплощадки и стадионы, которые регулярно появляются на карте Новосибирской области, привлекают жителей к тренировкам и занятиям физкультурой. И даже помогают развивать новые виды спорта в городах, поселках, селах и деревнях. До встречи в новой точке нашей спортивной губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова